Наконец-то хоть кто-то дал объяснение, для чего нужны поправки в Конституцию. Самое убедительное, по-моему, дала госпожа Памфилова, председатель Центральной избирательной комиссии, сравнив эти поправки с комплексным обедом. И рассказав, что, друзья, ну когда вы приходите в кафе, заказываете комплексный обед, который состоит из нескольких блюд, там условный винегрет, условный борщ и условные котлеты, вы же не будете отказываться. От всего комплексного обеда, если вы не едите, например, не любите винегрет. Слушайте, более глупого и более идиотского объяснения я просто даже не ожидал. Ну что могу сказать, Памфилова в очередной раз доказала всем нам, что она просто дура. Это спецпроект реальной журналистики Кремлевская обсерватория. Здесь мы обсуждаем самые абсурдные новости, которые попадают в ленту. Начинаем. Вы знаете, наверное, Элле Анатольевне и надо было продолжать работать по профсоюзной линии, ну или по крайней мере пойти в чиновники, в депутаты. Хотя бы потому, что председатель Центральной избирательной комиссии это не ее. В моем понимании это что-то сродни судье, это точно не Элла Александровна сказать такую глупость. А второе тефтель с рисом, котлета с картошкой. Для меня тефтель с картошкой. Тефтель с рисом, котлета с картошкой. Кстати о судьях. О судью Хохолеву. Помните такую? Ну это судья, имя которой прогремел еще в 2017 году, когда общественность взбудоражила новость о свадьбе дочери судьи, которая прошла по высшему разряду. Где присутствовал весь цвет Краснодара, на который ухнули гору денег. Где публику развлекали звезды первой величины, среди которых были Николай Басков, Вера Брежнева, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе. Тогда общественность возмутилась и сказала, что за дела, откуда у судьи могут быть деньги на такое мероприятие, на столь широкие гуляния. Так вот судья Хохолева написала жалобу на имя Владимира Путина, в котором пожаловалась на постоянную травлю. Я и моя семья уже три года подвергаемся информационной атаке со стороны крупной бизнес-структуры. Руками нечистоплотных журналистов и пиарщиков меня пытаются убрать с должности, на которую я была назначена вами. В 2000 году Хохолева утверждает, что информатака началась после того, как она приняла два судебных акта, которые пошли в разрез с интересами той бизнес-структуры. После чего, по ее словам, в СМИ появились сюжеты о свадьбе ее дочери, о наличии у Хохолевой двойного гражданства, о поддельном дипломе о высшем юридическом образовании и так далее и тому подобное. Я, если честно, не знаю, насколько все перечисленное соответствует действительности. Я имею в виду информацию о бизнес-структуре, которая якобы мстит судье. С другой стороны, вы знаете, я, наверное, благодарен. Даже если это и так, я, наверное, благодарен той самой бизнес-структуре, которая, по сути, вбросила в массы ту самую искру, из которой возгорелось пламя. Вот поперла ты, поперла. У меня действительно вопрос, как и у многих из вас, откуда? У простого федерального судьи деньги на проведение такого масштабного торжества, да и не для себя даже, для своей дочери. Вы знаете, ради интереса, и эту информацию можно найти в открытых источниках, Я посмотрел, сколько стоит пригласить Николая Баскова на закрытое мероприятие. Вроде свадьбы, вы можете сами пошариться в Рунете, найти эти цифры. 50 тысяч евро. Там было 4 артиста. Я вам только что зачитал первой величины. То есть, это как минимум 200 тысяч евро. Или в сегодняшних ценах порядка 12-13 миллионов рублей просто на артиста. А еще, это была аренда помещения. Это надо было пригласить какого-то повара. И я думаю, там не последнего повара. Уж точно не из кафе у Ашота. Официантов. Такие вещи называются выездным мероприятием. И, в общем, это стоит достаточно дорого. Там идет коэффициент удваивающий, утраивающий. То есть, там огромную кучу денег, получается, потратили. За чей счет этот банкет? Мне вот интересно. Но поражает другое. Поражает, что судья набралась наглости писать письмо президенту. Мол, дорогой президент, защити меня, пожалуйста. Хотя я понимаю, почему эта судья написала письмо президенту. Вы знаете, если говорить о поправках в Конституцию, то поправки там должны были выносить несколько иные. Я вообще считаю, что судейский корпус в нашей стране должен быть избираемым. Всенародно избираемым, чтобы судьи были народными. У нас, собственно, и по Конституции прописано, что в России существуют три ветви власти. Исполнительная, законодательная и судебная. Вот если посмотреть на две первые ветви власти. Исполнительная – это президент, это правительство, это губернаторы, мэры, вообще чиновники. Мы их избираем. То есть, назначается день голосования, проводятся выборы. Мы приходим на избирательные участки и голосуем за кандидатуру президента, за кандидатуру губернатора, за кандидатуру мэра. Эти ребята потом формируют свои кабинеты, свои администрации. Но так или иначе, исполнительная ветвь власти у нас избираема. Законодательная ветвь власти – это парламенты, это ЗАГС собрания в регионах. Они у нас тоже избираемы. Точно так же мы приходим на избирательные участки, голосуем за кандидатов, которые будут представлять затем наши интересы в парламентах. А почему судебную ветвь власти никто не избирает? Судебная ветвь власти формирует, которая, повторюсь, должна быть независимой, формируется по какой-то странной системе. Ее судей у нас назначает президент. Вернее, не совсем назначает. Он вносит кандидатуру судей на рассмотрение представителей ЗАГС собрания и, значит, депутаты потом голосуют по этим кандидатурам. Как такое может быть? О какой независимости судейского корпуса в данном случае можно говорить, если я повторюсь, две ветви власти назначают третью. Но, разумеется, что независимыми судьи при таком раскладе не будут никогда. Они зависят от тех людей, которые их назначили на эту должность. Косвенным тому доказательством может послужить вот это вот письмо Хохолёва. Ведь обратите внимание, она написала его не общественностью. То есть человек не к общественности обратился. Она написала письмо своим хозяевам. Владимир Владимирович, заступитесь за меня. Именно поэтому я, например, считаю, что правильной поправкой в Конституцию была бы поправка об избрании судей. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Я и не предлагаю избирать всех. Я предлагаю избирать только председателей городских, региональных, областных и краевых судов, председателей верховного суда. Вот они и должны быть избираемыми. И больших проблем в этом плане я не вижу. Вместе с губернатором, например, или вместе с мэром в бюллетень вносится еще фамилия кандидата на должность председателя городского или областного или там краевого суда. В день выборов президента туда же в бюллетень вносится фамилия кандидатов на должность председателя верховного суда. И все, все вопросы отпадут. Тогда судьи у нас будут действительно народными. И у нас будет какая-то возможность влиять на них. Сегодня я повторюсь. Это люди, которые целиком и полностью зависят от тех, кто их на эти должности назначает. Именно поэтому суд у нас, как уже в интернете модно говорить, путинский, собственно, он и решение принимает. Такие, которые выгодны хозяевам. Ладно, друзья, удачных всем выходных. Поздравляю женщин с наступающим праздником в понедельник, 9 мая. Ну, из-за того, что выходные перенесли мы прямой эфир. Наш стрим в понедельник, 9 мая. Увидимся в прямом эфире. Кто гость, пока не скажу. Хочу сделать приятный сюрприз. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok